Там мне пишите как ветерану труда. Ветерану труда, да? Заполнение бланков заявлений разного рода для того, чтобы встать в льготную очередь на получение какой-либо из 42 госуслуг совсем скоро уйдет в прошлое. Уже сейчас написать заявку на две из них можно, не выходя из дома. Речь идет о получении субсидии по оплате ЖКУ и постановке в очередь в дома-интернаты для пожилых, одиноких людей и инвалидов. Не обязательно появляться в комитете социальной защиты. Достаточно зайти в интернет, найти страничку портала государственных услуг, создать там обязательно личный кабинет. И там уже, пользуясь как бы подсказками, найти услугу, которая вам необходима, и подать заявление в электронном виде. Образцы заявлений там размещены. Для начала набирайте в поисковике www.gosuslugi.ru У нас страничка открылась, здесь выбираете Кемеровская область, город Белого. Потом выбираем закладки «Госуслуги», «Департамент соцзащиты населения» и так далее, следуя подсказкам. Для того, чтобы узнать, какие услуги предоставляет комитет по соцзащите, регистрироваться на портале не обязательно. Достаточно просто прочесть необходимую информацию. А вот, чтобы подать заявку на услугу, придется завести личный кабинет с указанием номера страхового свидетельства, пароля и так далее. Информация по поданным вами заявлениям просматривается специалистами дважды в день. Уже через сутки на адрес вашей электронной почты придет ответ. Если указан телефон, я обязательно бы с человеком созвонилась, уточнила, как ему помочь, чтобы собрать все медицинские анализы. Если нужна помощь в оформлении медицинских анализов, я со званием Сестинским уходом городской больницы номер 2 прошу, чтобы человека взяли на определенное время для оказать помощь в сборе вот этих документов. Для того, чтобы электронное правительство заработало в полную силу, специалистами переписаны, отсканированы, перепечатаны сотни километров документов. Позади гигантский объем работы, впереди не меньший. В случае с постановкой в очередь на получение обслуживания в домах-интернатах, например, работа специалистам предстоит такая. Отдельный человек пришел, согласно вот этого перечня, собрал весь пакет документов. Это вот такое дело, сошиной. Со всеми, вот этот весь пакет документов я должна внести, сканировать. Во-первых, вначале занести его фамилиями, отчества, все данные, базу данных. Потом все вот эти листочки, согласно перечня. Каждую буковку, каждую страничечку я должна все это сканировать и электронной почтой отправить в департамент. Сотрудники департамента соцзащиты проверяют правильность собранных документов и выясняют, имеет ли претендент право на такую льготу. И присылают нам уведомление, что такой-то человек, очередь такая-то, и в течение стольких месяцев, например, полгода, получит путевочку в дом-интернат. Точную дату назвать сложно, потому что дело это новое. Но предполагается, что уже в этом году все 42 госуслуги, предоставляемых комитетом по соцзащите, беловчане смогут получать в системе электронного правительства. Эффект от ее введения ожидается самый положительный. Думаю, что процентов на 90 сократится весь труд, затрачиваемый как с одной стороны со стороны получателей, так и со стороны специалистов комитета социальной защиты. Это облегчит работу и нам, и самим посетителям.